Эта память листает страницы. Книжный обзор, где действие происходит в военное время. Война в книгах вызывает неугасающий интерес у наших читателей. Хотя все они давно закончились, Первая и Вторая мировые войны, Великое Отечественное и многие другие, которые были не только у нас в России, но и за рубежом. Выходят все новые и новые книги, открывающие неизвестные страницы тех ужасных лет, осмысляющие происшедшую трагедию. Соломбальская библиотека представляет мощные романы, посвященные теме войны. Эти произведения показывают то, каких высот может воспалить человеческий дух и в какой ад он может провалиться. Свой обзор я начну с современного шедевра мировой литературы. Энтони Дор, весь невидимый нам свет. Этот алмаз стоит, как пять эйфелевых башен. Синий, как море, но с огненно-алым нутром. Все, кому попадает камень, становятся неуязвимыми. Но вокруг них умирают все близкие люди. Можно, конечно, кинуть камень в море, но кто в здравом уме выбросить пять эйфелевых башен? Такую легенду накануне Второй мировой войны рассказали в Музее научной истории маленькой слепой Мари Ларе, дочери гениального мастера. И этот камень сыграл большую роль в ее жизни. Весь невидимый нам свет Энтони Дора – сказочная книга, где каждый герой так или иначе борется с собой. И большой войной за право оставаться человеком. Дядюшка Этьен выживает из себя страх жить полной жизнью. Мари Лора с закрытыми глазами учится преодолевать трудности. Мальчик Вернер понимает, что не стоит бояться быть хорошим человеком, даже если фашисты взяли тебя в оборот. Причем здесь мифический камень. При том, что бывают в жизни необъяснимые зависимости, с которыми нужно просто рвать. Книжный вор Маркус Зусак. Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было столько работы. А будет еще больше. Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет. Его унесло дыханием чужого и странного слова «коммунист». И в глазах матери девочка видит страх перед такой же судьбой. В дороге смерть навещает мальчика. И впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается на Химмельстрассе, Небесной улице. Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то, чтобы там была сущая преисподня, нет, но и никак не рай. Книжный вор – не длинная история, в которой среди прочего говорится об одной девочке, о разных словах, об аккордеонисте, о разных фанатичных немцах, о еврейском драчуне и о множестве краж. Это книга о силе слов и способности книг скармливать душу. Парижские сестры Фиона Валпи Париж, 1940 год. Оккупированный нацистами город, кажется, изменился навсегда. Но для трех девушек, работниц швейной мастерской, жизнь все еще продолжается. Каждая из них бережно хранит свои секреты. Мирей сражается на стороне сопротивления. Клэр тайно встречается с немецким офицером. А Вивьен вовлечена в дело, подробности которого не может раскрыть даже самым близким друзьям. Спустя несколько поколений внучка Клэр Гарриет возвращается в Париж. Она отчаянно хочет посоединиться с прошлым своей семьи. Ей еще предстоит узнать правду, которая окажется намного страшнее, чем она себе представляла. По крупицам она восстановит истории о мужестве, о дружбе, о стойкости и верности. История обыкновенных людей, вынужденных совершать необыкновенные поступки в суровое военное время. Триумфальная арка. Эрих Мария Ремарк. Роман «Триумфальная арка» написан известным немецким писателем Ремарком. Автор рассказывает о трагической судьбе талантливого немецкого хирурга, бежавшего из фашистской Германии от преследований нацистов. Ремарк с большим искусством анализирует сложный духовный мир героя. В этом романе с огромной силой звучит тема борьбы с фашизмом. Но это борьба одиночки, а не организованное политическое движение. Это красивейший из европейских романов 20 века. Роман о любви, о войне и о смерти. Соленый ветер. Сара-Джил. Остров Бора-Бора. 1943 год. Анна Кэллоуэй решает сбежать от наскучившей тепличной жизни и отправляется в качестве военной медсестры на войну с подругой Китти на острова Французской Полинезии. Но вскоре подруги начинают отдаляться друг от друга. Анна знакомится с Уэстрегрином, обаятельным солдатом, которому удается развеять ее тоску о доме и о потерянной дружбе. Однажды они находят неподалеку от дикого пляжа старую заброшенную хижину, в которой когда-то жил известный художник. Пытаясь сохранить находку и свои зарождающиеся чувства в тайне, они становятся свидетелями жуткого происшествия. Искра жизни. Эрих Мария Ремарк. Что остается у людей, захлебывающихся в огненном водовороте войны? Что остается у людей, у которых отняли надежду? Любовь. Мальчик в полосатой пижаме Джон Боэн. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книжке. Обычно аннотация дает читателю понять, о чем пойдет речь. Но в данном случае мы опасаемся, что любые предварительные выводы или подсказки только помешают ему. Нам представляется очень важным, чтобы вы начали читать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с 9-летним мальчиком по имени Бруно. Вот только сразу предупреждаю, что книга это никак не предназначена для детей 9-летнего возраста. Напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на нашем сборном пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире, и нам остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит. На Западном фронте без перемен. Эрих Мария Ремарк. Говоря о Первой мировой войне, всегда вспоминают одно произведение Эриха Марии Ремарка, «На Западном фронте без перемен». Это рассказ о немецких мальчишках, которые под действием патриотической пропаганды идут на войну, не зная о том, что впереди их ждет. Не слава героев, а инвалидность и смерть. Каждый день войны уносят жизни чьих-то отцов, сыновей. А газеты тем временем бесстрастно сообщают. На Западном фронте без перемен. Эта книга не обвинение, не исповедь. Это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если сумел спастись от снарядов и укрыться от пули. Девушка под сенью оливы, Лия Флеминг. Англичанка Пенелопа Георгиас дожила до глубокой старости. В своем фамильном особняке в Великобритании вырастил детей, внуков. Кажется, уже готова встретиться с вечностью. Но стоит ей закрыть глаза, как она вновь оказывается на Крете. Острове, на котором прошла ее юность. Что тянет ее на этот остров? Кто приглашает вдохнуть пряный запах полыни и лимонов, манит короткие средиземноморские ночи. Проникновенная исповедь Пенни перенесет читателя на несколько десятилетий назад. Это было страшное и прекрасное время. Жестокость, кровь, страдания Второй мировой войны и одновременно щемящая радость жизни. И беззаветная любовь. Книга основана на реальных событиях. Пакт Полины Дышкова. Действие романа происходит накануне Второй мировой войны. В Москве сотрудник особого сектора при ЦК ВКБ спецреферент по Германии Илья Крылов составляет информационные сводки до Сталина. В Берлине журналистка Габриэль Дис работает на советскую разведку. Никто не в силах остановить эпидемию массового безумия в СССР и в Третьем Рейхе. Но все-таки можно попытаться спасти жизнь хотя бы одного человека, пусть даже далекого и незнакомого. Эта книга является бестселлером Голливуда. По этой книге снят фильм Стивеном Спилбергом в 1993 году и стал одним из самых значительных произведений мирового кинематографа. Картина удостоена семи премий Оскар. Действие романа основано на истинных событиях, происходящих в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Немецкий промышленник, начальник концентрационного лагеря Оскар Шиндлер в одиночку спас от смерти в газовых камерах больше людей, чем кто-либо за свою историю войны. Чтец переведен на 39 языков мира. Книга стала международным бестселлером и собрала целый букет престижных литературных премий в Европе и Америке. Внезапно вспыхнувший роман между 15-летним подростком, мальчиком из профессорской семьи и зрелой женщиной также внезапно оборвался, когда она без предупреждения исчезла из города. Через 8 лет он теперь уже студент выпускного курса юридического факультета. Снова увидел ее среди бывших надзирательниц женского концлагеря на процессе против нацистских преступников. Но это не единственная тайна, которая открылась герою романа Шлинка Чтец. Бикини. Януш Леон Вишневский. Роман Вишневского «Бикини» — это история любви немки и американца, которая разворачивается в конце Второй мировой войны. Героиня романа Анна Красива прекрасно говорит по-английски и мечтает о карьере фотографа. Могла ли она подумать, что ее лучшими работами станут фотографии уничтоженного родного города, а потом ее ждет сначала кипящей жизнью Нью-Йорк, а потом и восхитительный атолл Бикини. «Дети свободы» Марк Леви написан на основе подлинных воспоминаний отца и дяди автора мальчишками, участвовавших в подпольной борьбе с оккупантами во время Второй мировой войны. «Дети свободы» — это подростки разных национальностей. Испанцы, венгры, поляки, чехи, евреи, чьи семьи бежали по разным причинам во Францию, ставшую для них Второй Родиной. Мечтая о любви и жизни в свободном мире, они создают в Тулузе интернациональную бригаду, которая влилась в движение сопротивления как самостоятельный отряд. Хроника этой яростной уличной войны написана от лица главного героя, романа Жанна, одного из немногих оставшихся живых бойцов бригады. «Когда исчезли голуби» — Софи Аксанин. Эстония между СССР и Третьим Рейхом — блистательный роман о любви. В темные времена действия происходят в 40-е и 60-е годы XX века. Красавица Югит и двоюродные братья Роланд и Эдгар оказываются в водовороте событий. Война, оккупация, смена властей всякий раз внуждают их делать свой выбор, и пути их расходятся на всех перекрестках истории. Однако любовь и ненависть связывают их так прочно, что их судьбы переплетаются самым невероятным образом. Мэри Чемберлин, английская портниха, Лондон, 1939 год. Адди Воан, 18. Она красивая и очень амбициозна. Несмотря на молодость, она высококлассная портниха. И у нее есть все данные, чтобы когда-нибудь открыть свое ателье, дом Воан, как и видится в ее мечтах. И когда Ада встречает загадочного Станисласа, ей кажется, что она почти укротила птицу удачи за хвост. Новая жизнь начинается с ее первого путешествия. И не куда-нибудь, а в Париж, мировую столицу моды. Ада отлично шьет, у нее превосходный вкус. Но о жизни, политике, загранице, и уж тем более о мужчинах, она не знает почти ничего. Через несколько дней на Европу обрушится война. Загадочный мужчина исчезает. И Ада останется совсем одна. В чужой стране, знающая по-французски лишь несколько слов. Без крыши над головой и с британским паспортом в модной сумочке. Этот урок мы не имеем права забыть. Из поколения в поколение мы обязаны передавать память о страшных событиях, сохраняя и изучая свидетельства, архивы, исторические материалы, читая книги, писатели, художники, режиссеры, продолжают возвращаться в своем творчестве к теме войны, открывая современникам правду о том, что происходило много лет назад. Все книги, представленные в книжном обзоре, есть в нашем фонде. Берите, читайте с удовольствием, ведь чтение продлевает жизнь.